Продолжение следует... Воевал и в Афганистане, он сидит нищий, без ноги, просит милостыню. Я скажу, чем я... Может, я немножко так... Извините, я пробиваю. Вот самый главный вопрос. Вы сколько лет в Армении? В Армении я здесь с 15 апреля... 16-15 апреля 2009 года. Вот практически... 2009 года. 2009 года. И вы постоянно... Не выезжал я. Нет, вы постоянно постарайтесь показать государственным чиновникам, что вот угрожает что-то, какая-то опасность есть. Я вам скажу так, образно говоря. Здесь очень многие государственные чиновники об меня вытирали ноги. Вот это именно я хотел. Я попрошу, и может быть, они без этих ног и останутся. Притом обоснованно останутся. Потому что для меня загадка. Например, я вам сейчас с удовольствием на пленку покажу. Значит, мне ответила администрация президента России. Мне ответила главная военная прокуратура России, да? А мэр Еревана, начиная с Беглариана, не ответили. То есть, российские чиновники заинтересованы, а армянские почти не хотят даже слушать. Я скажу так, перехватывают, наверное, мою почту, осознавая, что они сядут за решетку по моим материалам. Осторожно, не упадите. Вот. Перехватывают мою почту. Я не исключаю, что кто-то в спецслужбах бьет по рукам. Вот тем. Вы умный человек. Я вам сейчас покажу такой документ, который вообще навряд ли здесь у кого можно найти. И вы многое поймете. И вы многое поймете. И, может, зададитесь вопросом, на кого же здесь кто работает, да? Ну вот я отправил письмо Шарлю. То есть, Шарлу Азнабуру, да? Вот, видите, посольство МБСО Франции на Армении. Да. Я убежден, что если бы письмо до Шарля дошло, он наверняка бы ответил. Я считаю, что его перехватили, это письмо. Я считаю, что меня МИД, наверное, обманул, когда я попросил передать, здесь был министр иностранных дел Швеции, я попросил передать письмо этому министру. То они мне сказали, да, мы передали. Я почти убежден, что они его не передали. Теперь смотрите, вот еще что. Сейчас я одну мысль покажу, наверное. Вот я горжусь тем, что я получил благодарность от президента Швейцарии. Я колоняю с швейцарцем. Швейцарцы в миллион раз, многие швейцарцы в миллион раз лучше, чем многие сегодняшние армяне. Они не на словах, а на деле борются против исламизации христианства. Вот. И это письмо я отношу, не только я заслужил, заслужили и те, кто вместе со мной подписали письмо благодарности президенту Швейцарии за признание, за борьбу, за запрет строительства мусульманских миноретов. Вот. Совет Европы мне ответил, но, мягко говоря, это письмо меня не устроило. Вот. Посол Украины Башко Александр, я его искренне уважаю, вот. Он дал мне очень высокую оценку, сказал, выразил мне большую благодарность за мою активную гражданскую общественную позицию, направленную на укрепление традиционно дружеских отношений, историческое сложивство между украинским и армянским народами. Действительно, народная дипломатия является действенным механизмом достижения взаимопонимания и развития сотрудничества между народами, которые связаны вековыми юзами дружбы. Нам хорошо известны проблемы, с которыми сталкиваются общественные организации, как в Армении, так и в Украине, самоотверженно добиваясь правовой защиты и необходимой поддержки государства. Мое мнение, что после того, когда мне уважаемый мною Александр Башко дал это письмо, его отсюда убрали. И, может быть, не без участия армянской стороны, не без участия армянской стороны Башко отсюда убрали. А я его уважаю, очень уважаю за то, что человек. Я искренне уважаю посла Белоруссии Сухаренко Степана Николаевича, который мне, вот видите, посольство Белоруссии в республике Армения внимательно, с интересом рассмотрело. Это мне он написал, на Албандяна я получаю, или на главпочтам второе отделение на Сарьяна-22. Что мое обращение с интересом рассмотрено, с идеей институциации в Армении народной дипломатии, конкретными предложениями организации упомянутых мною международных мероприятий. Значит, что мне остит? Я горжусь, когда посол Белоруссии дал мне такую оценку. Посол Белоруссии сказал, что темы, затронутые мною, актуальны, многозначны. Однакомление с субстантинным контентом достаточно красторечиво свидетельствует о врожденных широких гранях моей личности, о приложении которых я любезно поделился. В конце посол сказал, что предлагаемые инициативы могут быть стратегически важными для моей страны, имеется в виду Армения. О чем недвусмысленно упомянуто в письме министерства. Смотрите, однако самое высокое министерство иностранных дел Армении, однако самые высокие оценки признания заслуживают мое преданное стремление быть полезным своей родине Армении. Посол Белоруссии мне сказал об этом, а Армения вытирает об меня ноги. Не все, конечно, но некоторые. Может быть, кого-то не устраивает, что я хожу ни в бабочки, ни во фраке. Но если какой-то подонок ходит в бабочки, во фраке и уничтожает армянскую нацию, то он должен быть прежде всего уничтожен сам. Вот посмотрите, очень интересно, мы почти на фоне. Вот министерство иностранных дел, письмо Сеероняна. Его убрали, кстати, тоже. Он уже сейчас не начальник консульского управления. Я сюда приехал 15 апреля, через несколько дней я был в консульском управлении МИДа Армении. Это внешнеполитическая контрразведка, если я так правильно понимаю, немножко в жизни. Я был там. После того, как я там кое-что им оставил, кое-какие там бумаги, там мною созданное, продуманное и так далее, я привез состав. Мне лично в МИДе вручили вот это письмо, в котором написано, что по итогам, значит, ну мысль здесь такая, что мне не могут дать сейчас дипломатический паспорт, потому что у меня нет гражданства Республики Армения. То есть у вас нет гражданства Армения? Нет, я гражданин России, у меня нет гражданства Республики Армения. Ну вот здесь написано дословно, что по итогам управления ставит в известность, что возможности моей деятельности в структуре внешнеполитического ведомства и, соответственно, представления вам дипломатического паспорта исключены по причине отсутствия гражданства Республики Армения. Дипломаты, они умные люди. Они не могли мне сказать, Михаил Артемович, примите армянское гражданство, мы вам дадим дипломатический паспорт. То есть, извините, а президента Армении, вот, вы добываете? Я сейчас скажу обязательно об этом. Я все сказал, я вот так, я горжусь тем, что сегодня Бог мне послал вас. Значит, дальше. Вот я сейчас закончу мысль, да? Дальше. Он сказал, что министерство рассматривает феномен народной дипломатии. Это я придумал. Это мое ноу-хау. Феномен. Кто-то придумал машину, а я сказал, а с Гаиндивой на китайцу не менее полезно, а иногда и более полезно, чем такая, да? Феномен, как важная, ограниченная и так далее, значит, приветствует мою активную гражданскую позицию в сфере актуальных внешнеполитических вопросов и проблем. Я с этим письмом пришел к начальнику паспортно-визового управления Республики Армения, если она республика, да? Мурат Ханяну, Нарайр его зовут. Вот. Я пришел к нему туда, в кабинет, поднялся, а он мне с этим письмом сказал, уезжай отсюда в Москву. А я не понял, кто он такой вообще, что он мне на территорию Армении, мне армянину культурно послал, да? Я могу представить, если он меня при наличии такого письма консульского управления МИД Армении вот так культурно послал, да? То можно представить, каково здесь простым. А я к нему пришел, я не просил гражданства. Я просил меня поставить, чтобы не быть нарушителем паспортно-визового режима. Я просил поставить меня на паспортный учет, больше ничего. У меня здесь сестра в Арабкере была, да? Я говорю, вот там помимо... Просто, чтобы менты знали, полиция знала, где вот такой. Потому что, насколько я понял, я почитал перед российским посольством, там написано положение, значит, если 90 дней гражданин там России или бывших стран СНГ, 90 дней находится на территории Армении, он может ходить направо, налево, где угодно и нигде ничего не отмечаться. Ну, а на 91-й день ты будешь нарушителем паспортно-визового режима. Ну, я как рассуждал. Думаю, если мне Сиронян дал понять, что, Миша, если ты примешь армянское гражданство... Ну, я должен был разобраться, что здесь происходит, как происходит. Я вам клянусь, я считал ниже своего достоинства, я здесь не был 10 лет. Значит, где-то с 2000 года до 2009 года я не был в Армении. И когда я сюда приехал и пошел в Министерство иностранных дел, пошел в Министерство национальной безопасности, да, вот, пошел в другие какие-то структуры, многие мои знакомые как-то на меня стали плохо смотреть, но я понял так, что они говорят, вот смотри, мы против них боремся, а ты пошел им помогаешь, им служишь. Я считал ниже своего достоинства, я многого не знал, что в Армении, да, но если я 15 апреля 2009 года приехал сюда, а 16-го вышел бы на площадь и кричал бы, гоните Саркисяна, то, мягко говоря, я бы себя не уважал, я не знаю, что где происходит. Ты можешь кричать, может, тебе там пенсию дали плохую, или там кому-то, значит, зарплату, или кого-то нет, а я не мог это кричать, я пришел помочь нации, я армянин, больше ничего. Но когда я вот сейчас 3 года здесь прожил, я знаю, что здесь многие обязаны сидеть за решеткой. А еще лучше, если, может быть, они не доживут до суда, они дискредитируют армянскую нацию, они дискредитируют русскую нацию, они дискредитируют российское посольство. Я считаю, два сотрудника российского посольства должны сидеть за решеткой, Жданов и Телятников. По Конышеву я немножко позже скажу. Я направил факсы накануне выборов, и ответа не получил. От Медведева получил, а от Конышева не получил. У меня есть данные, мне сказал об этом мой знакомый, его зовут, сейчас я скажу, его зовут Владимир, а фамилия, сейчас я скажу, сейчас вспомню, значит, сейчас, 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 Владимир, фамилию вспомню, скажу обязательно. Он говорит, я был в посольстве в российском, да, у меня к ним серьезные претензии. Говорит, я ему говорю, вот так и так, и так, там же Медведев что-то, а сидит сотрудник посольства, который с бородой, говорит, им там легко говорить, мол, Медведеву легко, а мы здесь, значит, вот это, понимаете? То есть у них, они как государство в государстве, а я считаю, что именно в российском МИДе есть враг, который способствует уничтожению и армянской нации, и русской нации, и российского государства. И нити ведут в посольство России в Армении. Мне все равно кто. Если не прав армянин, гражданин Армении, будет наказан по-крупному и будет сидеть за решеткой. Если не прав российский гражданин, кто бы он ни был по должности, он должен сидеть за решеткой. Теперь я вернусь к одной мысли вот здесь, да? Значит, я недаром сказал о том, что да, нас постоянно вот втравливают вот в эту возню. Если мы хотим спасти нацию, мое мнение, мы должны отказаться от всех партий. Больше ничего. Не влазить вот это, кто прав, кто и на... Вот взять тайм-аут. Я делаю искусственный обсайд всем подонкам. Всем тем, кто презирает армянскую нацию. Всем тем, кто под каким-то лозунгами, значит, вроде бы, значит, святыми лозунгами, говорят, устан путь в ад, да? Вот я вспомнил, есть одно произведение, фильм был, по-моему, «Тени исчезают полдень», когда один раскулаченный устроился работать в колхоз. И под видом борьбы за чистоту, а он презирал советскую власть после революции, и под видом борьбы за чистоту он взял в коровник и посыпал песок. Зима на дворе. Он знал, что коровы сдохнут к утру, потому что конденсация воздуха, потому что коровы там, извините, прямо там же и... мочатся и так далее, и так далее, да? И так и получилось. Под видом борьбы за чистоту постелил песок, наутром из 40 быков коров 26 не поднялось с земли. Когда председатель колхоза пришел, значит, увидел, что там каждая корова была на вес золота, да, начало строительства этого коллективного хозяйства, вот, он его чуть ли не застал, он почувствовал, что он враг. Он говорит, да вы что, товарищ председатель, я же хотел как чище и так далее. Вот, по моему мнению, здесь вражеская разведывательная сеть, члены-пособники которой есть и в государственных органах. Более того, настолько профессионально, они оснащены очень, по последнему слову, техникой. Я считаю, что если Министерство национальной безопасности, национальной безопасности, да, если они не контролируют ситуацию, значит, они должны уйти в отставку. На сегодняшнюю минуту я доверяю, я доверяю Арзуману Арутюняну. У меня, вот так, чисто интуитивно, начальнику национальной службы безопасности города Еревана, я доверяю. У меня есть серьезнейшие претензии к Министерству национальной безопасности Армении. Вот я вам сейчас покажу, Артур. То есть, извините, вот, Артур Бахдасарян, вот... Я с ним не встречался. Я сейчас скажу по парламенту, я сейчас скажу по парламенту, очень интересная вещь. Очень интересная вещь. Я просто закон... Я привык все доводить до конца, да? Вот давайте рассуждать. Письмо Федеральной службы безопасности Российской Федерации, да? Вот, Лубянка, ФСБ России. Мне, унанианцу Михаилу Артемовичу, на Налбандяна 28, сочли возможным написать. Наверное, я все-таки что-то как-то вроде, наверное, и не дурак, да? Давайте почитаем, что они написали. Вот видите, номер исходящий. Они написали, что мое обращение такого-то рассмотрено, изложенная информация, принято к сведению. За этими словами, я считаю, многое стоит. Если бы там была ерунда, наверное, бы они бы такое не написали и, может быть, выбросили, да? Вот я так думаю, почему-то так. Тогда для меня загадка. Если Лубянка написала, если Медведев мне сюда написал, да? Сейчас, секунду, извините, я немножко... Вот. Я горжусь тем, что такого в истории Армении не было. Вот видите, администрация президента Российской Федерации в правительство Армении прислала письмо. Мне это письмо вручили вот здесь, в правительстве Армении, в прием. Они написали, видите, 15 марта 2011 года, номер исходящий, номер А26-02-15-8073. Направляем обращение, поступившее на имя президента Российской Федерации. Автор унанянс Михаил Артемович, главный советник Департамента письменных обращений граждан и организации Аки Селёв. За всю историю Армении, я думаю, такого или не было, или каждый день точно не случается. То есть, администрация Медведева прислала в правительство Армении. Вот я считаю, мне так кажется, что правительство Армении положило и на администрацию Медведева, и на меня, и на демократию, но всех... Они мне не ответили до сих пор ничем. Ахмир. Вот, извините, я самый... Вот, главный вопрос, я хотел узнать от вас, вот, вы просили гражданства Армении, да? Нет, я не просил гражданства Армении. Я просил просто отметить, чтобы я не был нарушителем. Значит, вот этой фашистской сети было выгодно, чтобы я был нарушителем. То есть, они поставили в одну позу Сейроняна. То есть, раз они меня не поставили на учет, значит, если я на 91-е дни, я фактически нарушитель. И я в компьютере. И я завтра, если Сейронян захотел бы мне дать дипломатизм, здесь кому-то не понравилось, что будет еще кое-кто из Азнауряновских отпрысков, значит, так или иначе, связанных с этой великой фамилией, да? Вдруг будет заниматься дипломатией, понимаете? Этой сети не понравилось, и они положили на Сейроняна. Они не хотят, чтобы вы находились в Армении, чтобы вот... Я почти убежден. Но если меня начальник паспортного виза управления говорит, уезжай в Москву, да? А я думаю, ты мне не бабушка, не дедушка, и никто, да? И они до сих пор мне не ответили. Я не получил ответа ни от него, а начальник паспортного управления Еребуни, Марине Акопян, меня... Я так думаю, вместо того, чтобы меня послать, она меня послала к Муратханяну, и круг замыкается. Нарсисян, начальник паспортного отдела Арабкира. Я проверил всех по-своему. Я сказал, трибунал. Они думали, я пошутил. Я написал, я вышел от Муратханяна, да? Он думал, что у меня... Что я Вася, или может быть это, да? Я вышел, и в этот же день на почте отправил ему по почте письмо. У меня есть уведомление о вручении ему моего письма. И я не получил письменного ответа. Понимаете? Они привыкли без... Они не оставляют следов. Потому что они знают, что если Гитлер в 41-м году начинал, он не думал, что в 46-м все сядут за решетку. Вот я этими занимаюсь, чтобы ни один фашист с армянской земли не имел права здесь топтать эту землю. Потому что я пошел, сказал спасибо Вице... Я пошел, сказал спасибо Ангеле Меркель. Она признала свои ошибки, да? Эта сеть, она не сдастся просто так. Она будет ждать, пока мы друг друга будем уничтожать. Поэтому я предлагаю всем, у кого здравый смысл есть, сделать искусственный обсайт всей вот этой фашистской сети. Они очень серьезные люди. Я предлагаю встать в сторону, как вот защитник, да, выбегает и получается нападающий в это. А я сказал, забудьте о партиях. Давайте тогда во главе угла будет нация. Тогда ваш сын придет и не будет думать о том, за эту партию. Ему устал, не позволит вам помогать, да? Ко мне, по-моему, здесь подошел один парень, лет 18, вот так, плюс-минус, да? И говорит, вы в этой партии? Я говорю, нет. У него на лице отобразилось презрение ко мне, только потому, что я не в этой партии. Да раз, да если бы вы 300 лет назад армянскому царю сказали, ты за демократа или за этих, да, он бы посмотрел, как на... А они мне сейчас многие искренне задают вопрос, говорят, хорошо, Майкл, Михаил, ну а как же тогда без партии? А вот извините, вот самый главный вопрос, вот именно говорим про партию. Вот сейчас у нас народ, у нас нация живет плохо поэкономически, по... то есть экономический кризис, то есть говорят, нет, что есть. Люди, почему идет с Левом Петросяном? Ну, вы думаете, что это нормально, чтобы идти за ним? Понимаете, какая мысль? Вот все-таки я бы хотел, чтобы вообще мы о партиях не говорили. Почему? Потому что вполне естественно, вот когда мы в Советском Союзе получали высшее образование, я коммунистом не был никогда. Но я никогда огуль на коммунистов и не ругал. Среди коммунистов были глубоко порядочные люди, коммунисты первые в бой шли и так далее, и так далее. Вот. Но нам объясняли, вот Запад, говорит, чтобы, извините, вот народ обмануть, они говорят, вот если, значит, вот две партии, да, например, в Америке, значит, республиканцы и демократы. Вот сегодня республиканцы у власти, а демократы в оппозиции. Демократы ходят среди народа, говорят, вот вы нас выберите, мы вам улучшим. Народ, он психологически склонен верить, думает, да. Эти приходят к власти и, мягко говоря, потом как-то что-то, да. Вот. Поэтому, я еще раз говорю, мы если будем вникать, да, можно говорить о том, что мне, например, я категорически недоволен, мягко говоря, я перестал вообще его воспринимать и не уважаю. Сейчас я скажу, Ливон Зурабян. Я ему отдал комплект письм, письмо, значит, с приложением и говорю, Ахпер, передайте, пожалуйста, это, я ничего не просил. Я ничего для себя не просил, я сказал, давайте, может, я вам смогу, может, смогу вам чем-то помочь. Написал письмо. Он говорит, хорошо, я тебе через неделю отвечу. Вот там, на этом скверике, где мы встречаемся, я не исключаю, может, он за спиной у Ливона Терпетросяна это сделал. Потом я через неделю пришел, позже пришел, он мне никакого ответа тоже не дал. Я оставил письмо в Жарагутюнге. Я не просил у них кусок хлеба, я не просил у них ничего, я там кое-что написал и сказал вот это, вот это, вот это. Они тоже мне не ответили. Для меня это загадка, да? Вот. Зато я понял так, что Лариса Лавердян через несколько дней вдруг оказалась в Израиле. А для меня это как-то, мягко говоря, непонятно. Я никакого ответа не получил и от них. Вот. Еще раз, я убежден, мне говорят, хорошо, а кто занимается уничтожением армянской нации? У меня есть основания предполагать, что это конгломерат, я не знаю, правильно я говорю или нет, в общем, какая-то такая сборная, такая сборная, небольшая. Вот. Это сеть. Я считаю, что это и езида, курда, басоны, еврейская, мусульманская сеть. Вот это мое мнение. Может, я ошибаюсь, это мое предположение. Оно, может, не обязательно совпадает с мнением редактора, да? Вот смотрите. Вот у меня эта книга есть, почему погибнет Америка, «Тайное мировое правительство». Этой книги цены нет. Автор, я считаю, рисковал шкурой, написал такую книгу, да? Да, да, да. Вот. Значит, вот еще одна книга, я из чего исхожу. Вот к исходу солнцепоклоннического переворота в Египте. Это книга Академии наук СССР, Институт Востоковедения, 1979 год. Все-таки Академия наук это серьезная организация. Я не вникая в содержание книги, скажу, как я это понял. К исходу это значит к завершению переворота. Солнцепоклоннического понятно. Значит, я понял так, что солнцепоклонники совершили переворот в такой древней стране, как Египет, а там цивилизация была достаточно мощная, сильная, если там пирамиды, никто не может понять, как там появились. Но никто не может понять, как в 18 лет умер фараон. Вот. Если я так рассуждаю, если солнцепоклонники, а это Езиды, совершили переворот в такой древней стороне, как Египет, то вы мне дадите гарантию, что они не причастны к перевороту в Советском Союзе? Подпишитесь под этим? Я думаю, что нет. И мало кто подпишется под этим. Вот. Да. Я встречался с Езниковичем в парламенте Армении, начальник управления, я три года от него ответа никакого не получил. Он Езникович, может он ездит, может он еще что-то, непонятно. Я пришел в администрацию президента Сержа Саркасяна. Сам пришел, принес, значит, там небольшой документ, письмо, значит, и там свидетельство о моей смерти, Ахпер. Поздравляю. Спасибо. Новогодний праздник. Спасибо. Я пришел туда в девятом году, если я не ошибаюсь, оставил это заявление и говорю, уважаемый Серж Саркисян, учитывая то, что я вот в определенной степени с того света, вы, пожалуйста, найдите возможность, вдруг я смогу быть полезен. Хотя бы дали участок, где рабы лури? Нет, мне участок не нужен, мне нужно было встретиться, чтобы помочь нести какие-то коррективы. Меня администрация отдел писем, вот, кроме женщины, руководителя, у меня больших таких симпатий никто не вызвал, и они меня, чтобы, наверное, я так думаю, не посылать далеко, они меня послали к депутату Тарасяну. Я прекрасно знаю дорогу в парламент Армении, но я пришел в администрацию президента Армении, понимаете? Вот. Они меня послали к депутату Тарасяну, а депутат Тарасян, он курировал, насколько я знаю, Грузию. И он, наверное, прекрасно осознает, что все, что в парламенте происходит, записывается на пленку. Он мне назначил встречу, вот здесь у него, на Деграна Меца, 9, там у него офис какой-то был, или фирма там, или может бизнес, что-то. Он мне там назначил встречу. Я пришел к нему с комплектом документов. Он очень долго у меня все это выспрашивал, а потом мне сказал, типа того, что вот так. Я прекрасно знаю, как можно послать, очень культурно, понимаете? Понятно. Он мне ничего не сделал из того, что я просил. Я просил помочь грузинским армянам. Я привез из Грузии, я привез документ, подписанный грузинскими армянами. Я рисковал шкурой, в прямом смысле слова. И грузинские армяне, которые подписали этот документ, тоже рисковали шкурой. Там написано, черным по белому, что есть понятие, концлагерь под открытым небом, что нас уничтожают, и так далее, и так далее. И была просьба. Я понимаю, никакого ответа. Нет, это Тбилисская, хорошая армяне. У меня есть этот документ, я вам покажу. Там мною разработанный документ, составленный на, по-моему, 16 листах. 16 человек подписало. Более того, там же четко сказано, что грузинские армяне, ну, скажем так, недовольны политикой правительства Грузии, я имею в виду, там Саакашвили и так далее. Я с этим же письмом пришел вот сюда, в министерство диаспоры Армении. А вот самый главный. А там еще одна Акапян. Помните, у Гафта было это, Россия, помнишь, это, да, три этих Михалкова. Да? Вот. Вот здесь получается еще одна Акапян, Грануш. Я пришел к Грануш, в руках у меня просьба тбилисских армян. На кого они должны работать? На диаспору, правильно? Я сам диаспора, если для Армении... Возвращайся в дом. Послушай, Ахпер, у вас волос зашевелится. Значит, я сам диаспора. Вот я российский армянин, для Армении я диаспора. Я пришел, они должны, наверное, мне прежде всего как-то уделить внимание, если они министерство диаспоры. Они всегда говорят, добро пожаловать. Говорить можно все, что хочешь. Я пришел туда с этим же письмом, в котором грузинские армяне просят помочь им там, значит, в том-то, в том-то, в том-то. Я вам даю честное слово, ни один на трезвую до такого додуматься, наверное, не смог бы. Мне дают ответ. Во-первых, месяц больше мне не давали ответ. Я несколько раз приходил туда. Потом начальник, по-моему, аппарата министерства диаспоры Армении мне дает ответ. С этими вопросами, то есть с жалобой на Саакашвили, езжайте в Тбилиси. Ахпер, я вам клянусь, понимаете? Понятно. Ну, это... Извините, вот сохранится вот этот ответ письма? Я думаю, что я поищу. Если они откажутся, если они откажутся, знаете, я что сказал? Я сказал так, ребята, учитывая то, что я серьезный человек, если надо будет, я вам покажу пленку, если вдруг так может так случиться, как вы занимаетесь кое-чем в туалете у себя. Вдруг такое может быть. Бывает такое. Если я вот такой необычный человек из того цвета в определенной степени, я думаю, что этот не откажется. Если откажется, я буду ставить вопрос о привлечении задачи ложных показаний. Потому что они всегда говорят, приезжайте, приезжайте, за границей Армении. Они дескредитируют Армению. Все, они меня послали. Эти меня послали в одну сторону, Муратханян меня послал в другую, под видом, значит, вот этих. Понимаете как? Я знаю, что здесь сеть, что здесь сеть. Это я воспринял только так. По-другому это не может быть. Потому что они боялись с тех пор, боялись, что такой человек, как я, если начнет задавать вопрос. У меня, значит, 13 июля, 13 июля, мой материал, значит, я был у Муратханяна, паспортно-виза в управлении? У меня кончается батарея. А, хорошо. Давайте. Вот. Значит, я дам вопрос, потом продолжим, потому что у меня кончается батарея. Встретимся, еще поговорим. Просто я хотел... Но без меня пока не спешите. Мы вместе сделаем так. Почему? Сколько, откуда взялись только энергию, чтобы вот... Я люблю армянскую нацию, я люблю русскую нацию. Чтобы бороться именно против вот этой... Я люблю христиан. Это не коррупция. Я вас умоляю, забудьте слово коррупция. Это не коррупция, да? Нет, это не коррупция. Я парламент, Российская Дума приняла мое предложение. Это мое ноу-хау. Я сказал, вычеркните из лексикона слово коррупция, впишите вредительство. Все, тогда все поймете. Коррупция, это ни один средний ничего не понимает. Что такое коррупция? Это в лучшем случае взятка. Это вредительство. Целенаправленное вредительство, направленное уничтожение армянской нации. Ну ладно, Михаил, у меня кончается. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам.